Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут профессор Гарибальди, и добро пожаловать на канал Кореш24К! Как в Чикингане легко украсить любой сервер, сделать уникальную локацию для съемок фильма, или даже победить в битве строителей! Для всего этого вам потребуются декорации! Именно о них сегодня пойдет речь в моем новом видео! Мы переместимся на специальный полигон, где я расставил предметы, из которых в итоге получатся крутые декорации! А идеи для них прислали мои подписчики! Досмотри видео до конца, и сможешь принять участие в конкурсе с денежным призом на 300 рублей! Все анонсы и другую информацию я выкладываю в своем телеграм-канале! Найди его по поиску в Биф Кореш24К, или переходи по ссылке в описании моего ютуб-канала! Как всегда, с вас лайк плюс подписка, и мы начинаем! Бокс номер один! В первом боксе я расположил самые легкие декорации, и по мере продвижения по моей локации, постройки будут усложняться! Подписчик Феликс прислал идею с рассыпанным попкорном! Для реализации просто опрокиньте один попкорн на пол, а второй утопите ниже в текстурах! И вуаля! У вас рассыпанный попкорн! Две детали, а выглядит прикольно! Блок 77К прислал сразу несколько идей для несложных декораций! Возьмем тарелку, а под нее пустим все тот же попкорн, и получим что-то вроде каши или пельменей! В одном из последних обновлений разработчик добавил грибы в игру, но у меня есть парочка вариантов, как можно сделать грибочки не хуже! Для этого нам всего лишь потребуется свечка, переверните ее и получите ножку гриба, а для шляпки можно использовать половинку кокоса или чашку супа! Ну, согласитесь, очень даже неплохие грибы для ваших декораций! Разлившаяся жидкость из бутылки Наверное, многие уже использовали или видели эту декорацию на серверах Кинул бутылочку и подставил эту зеленую жижу Готово! Как оцените первые декорации? А, все понял, понял, для вас это слишком просто, поэтому идем дальше! Бокс номер 2 Первая декорация во втором боксе все так же прислана подписчикам с ником Блок77К Для ее реализации потребуются три детали Два заборчика, которых мы устанавливаем примерно вот так И между ними деревянная дверь, которую мы утапливаем чуть больше, чем наполовину в текстуры И мы с вами получаем небольшую калитку, которая выглядит прикольно и необычно Следующая декорация это большой квадратный стол, который придумал Лео Для его постройки мы должны перевести в горизонтальное положение вот эти четыре доски После соедините их между собой вот таким образом В роли ножек выставляем четыре столба Ну и сверху для антуража кладем газету Получаем вот такой большой и красивый стол Следующую декорацию прислал Дерчик 24К И это будущий ведьмин котел Для его постройки утапливаем такую бочку Сверху необходимо текстом сделать зеленый круг Если вы не знаете, как правильно пользоваться текстом, то напишите об этом в комментариях Возможно, об этом необходимо сделать отдельное видео Итак, в котел мы положили череп и кость Декорация готова! Как сделать Wi-Fi роутер в Chicken Gun? Знает Лео Для этого утапливаем туборетку Сверху кладем перевернутую табличку Exit Далее с помощью двух сковородок делаем антенны И в завершение из текста я поставлю зеленые точки Вуаля! Теперь у вас есть роутер! Хочешь себе крутой мерч в стиле Chicken Gun? Тогда заходи в мой магазин Там сможешь найти все, что угодно Майки, толстовки, худи, костюмы, рюкзаки, кружки, тетрадки и многое другое Изготовим и отправим все в кратчайшие сроки К тому же там новые коллекции подъехали Маленький мальчик, Хэллоуин и куча персонажей из моей вселенной Также найдете Дэна, Журу и разработчика Ссылку на магазин ищите в описании канала Теперь только там они кликабельные Всем приятных покупок! Мы продолжаем! Бокс номер 3 Давайте сделаем могилу Для этого используем вот такой блок И утапливаем его вниз до нужной величины А вот этот блок отлично подойдет для надгробной плиты Ну и на него же прикрепим табличку Лопата в игре появилась совсем недавно А ведь когда это видео планировалось, ее еще не было Поэтому можно было перевернуть череп и у нас получится лопата Как вам такая декорация? Вы не поверите, но из этой кучи досок получится отличная лавочка Процесс я естественно ускорю, чтобы не утомлять вас Но вы сами все здесь видите Отличная лавочка, друзья! Ею вы сможете украсить любую локацию! Бокс номер 4 Предлагаю отправиться на танцпол Который придумал Дэрчик 24К Для его постройки нам потребуется квадратный клетчатый блок И 9 разноцветных кубиков Утапливаем квадрат на нужное для вас значение И в него накладываем кубики Чередуя разным цветом поверхность Таким образом у нас получается настоящий танцпол Дискотеку заказывали Радио Синий кот прислал вариант радио Которая напоминает мне мое детство У нас такое радио на даче стояло В общем берем комод На него устанавливаем кондиционер И перевернутая под таким углом фламинго Послужит нам в виде антенны Как вам такой радиоприемник? И еще одна прикольная декорация От Дэрчика 24К Полевая кухня Для ее постройки используются два зеленых ящика Выставленных вот таким образом Пара колес Ведь полевая кухня должна перемещаться Под низ устанавливаем телескоп Он теперь будет служить подставкой Сверху ставим печь А на ее комфорке устанавливаем кастрюлю И для полноты картины Сбоку рекомендую подвесить сковородку Крутая полевая кухня в вашем распоряжении Бокс номер 5 Как сделать красивую оградку с воротами Знает все тот же Дэрчик 24К Устанавливаем два столба А между ними ставим вот такие доски Это будут ворота Наверх идет вот такой блок Далее из двух древянных блоков Делаем основу для забора Не забываем поставить еще вот такую деталь Добавим еще вот такие столбы Так наша конструкция будет выглядеть целостной Добавляем вот этот блок И завершающий штрих это два факела сверху Такой забор можно продолжать до бесконечности Ну пока лимит не закончится Так что используйте в своих локациях Шестой бокс Идею старинных часов подкинул Димасик 15К Для их постройки потребуется Развернуть к нам спинкой шкаф Внутрь установить вот такой столб Чтобы он немного выглядывал сверху Крепим часы И с помощью сковородки делаем маятник Ну что, как вам такие часики? Курица круглая прислал свой вариант светофора Собираем вместе Для начала ставим столб А на него устанавливаем вот такой каменный блок Теперь под лампочки необходимо поставить гнезда Для них послужит обычное мусорное ведро Три штуки А теперь ставим лампочки Красный цвет у нас будет помидор Желтый конечно же лимон А вот для зеленого я пожалуй использую новую капусту Светофор готов А теперь попробуем собрать кулер для воды Который прислал нам TheLine Для его основы используем две туалетные бумаги Вот такой кекс устанавливаем посередине А из крышек от двух бутылок сделаем кнопки для горячей и холодной воды Теперь из синих больших бутылей сделаем сам бутыль с водой Их нам потребуется три штуки Рядом поставим мусорное ведро для использованных стаканчиков Их мы сделаем из обычных перевернутых бутылок А из тарелки сможем изобразить разлившуюся воду Декорация готова и выглядит прикольно Так, а здесь что у нас? Собираем по инструкции от Саши Ярошенко Устанавливаем обычную табуретку На нее кладем перевернутые часы А сверху устанавливаем помидор Получилась какая-то кнопка Я сброшу на вас 250 тысяч тонн Кваса Нормально так бахнуло Вот такие декорации в этом боксе А мы идем дальше Бокс номер 7 Серега прислал прикольную заготовку для большой остановки И я решил, что она должна попасть в ролик Давайте же построим ее Ставим основание из двух вот таких блоков Далее на углы ставится парочка таких столбов И между ними располагаем большое стекло Продолжаем в том же духе Стекло, столб, стекло, столб И вот уже вырисовывается наша остановка Теперь поставим крышу из двух таких блоков И в завершении установим такую окантовку Наша остановка готова Ее дальше можно наполнять лавочками И другими декорациями для красоты Бокс номер 8 Как вы знаете, в игре есть зеркало Но как его украсить, мало кому приходило в голову А вот чувак с труднопроизносимым ником это сделал Погнали собирать В основе лежат вот такие полки Устанавливаем сначала две внизу А после дополняем еще по одной слева и справа Между ними прекрасно встает зеркало А полочки можно наполнить различными предметами Такими как книги или мяч Как вам такой вариант декорации? Я называю это просто и со вкусом А вот еще очень прикольная декорация Которую прислал Иван Хой Начинаем с того, что утапливаем вот эти две башни практически до конца Обратите внимание, что вторую башню надо постараться выставить зубчиками в промежутке Из текста делаем черный круг и закрываем им наш, как вы могли уже догадаться, будущий канализационный люк Теперь создадим в нем дебок, утопив ниже печь Рядом укладываем крышку люка И в завершение можно еще дополнить это все факелом И крутой канализационный люк готов! Бокс номер 9 Хочу обратить ваше внимание вот на такие блоки Они очень универсальные и подходят для большого количества декораций Дальше вы в этом убедитесь А пока из них я показываю, как строится что-то вроде винной полки Сами полки можно наполнять вот такими бутылями И наша конструкция готова Ее можно продолжать до больших размеров, насколько вам захочется Бокс номер 10 Идем дальше И на очереди у нас куча декораций от золотого Пикачу Он прислал мне их просто огромное количество Все я даже не смог бы уместить в одно видео Так что я отобрал для вас несколько штук И начнем, пожалуй, с построения крутого компьютерного стола Как вы видите, в основе лежат те самые блоки, о которых я говорил ранее Им можно найти применение во множестве декораций Особенно для построения мебели Системный блок у компа делаем из микроволновки Прикольное решение Добавим немного зелени И в целом все готово И выглядит круто Одиннадцатый бокс В одиннадцатом боксе представляю вашему вниманию схему для постройки телевизорной полки Скелет конструкции делаем все так же из вот таких блоков По мере построения декорации расставляем предметы Телевизор, книги, плейстейшн, лампу и телефон Камера, кстати, у него сделана из пистолета И текстом пишем марку этой мобилки О ма гад, поко Как вам такая полочка? Ну а мы двигаемся дальше Двенадцатый бокс И еще один вариант использования таких блоков Собирая по этой схеме вы сделаете крутую полку с телевизором, сонькой и музыкальными колонками Не забывайте украсить все это дело зеленью Так будет смотреться еще лучше С такими декорациями ваши дома будут выглядеть гораздо круче Говорим спасибо золотому Пикачу Но это еще не конец Он приготовил для нас еще кое-что Бокс номер тринадцать Давайте построим цветок, который украсит любую вашу локацию За основу берем перевернутый зеленый бутыль Сверху его можно дополнить тарелочкой Теперь садим росток В нашем случае это лук-порей А теперь из перцев выстраиваем лепестки В центр цветка я устанавливаю гроздь винограда А парочка лимонов будут служить в виде листьев Цветок готов! Если вам не хватало колодца в игре То вот инструкция для его постройки Вам понадобятся две башни Устанавливаем их примерно так же Как делали с канализационным люком Далее по бокам устанавливаем два перевернутых знака С надписью Диннер Сверху над ними ставим вот такую балку Вот эта доска будет выполнять роль веревки Ставим в это место лючок И к нему крепим сковородку Это будет рукоятка Остается приделать новое ведерко И наш колодец готов! И напоследок мы с вами сделаем крутой памятник для всех летчиков в Чекингане На постамент устанавливаем вот такой столб Под него же утапливаем вот такую большую цистерну Из люка делаем основание для таблички Крепим саму табличку Далее расставляем вокруг вот такие светильники Предварительно наклонив их под определенным углом Чтобы подсветить памятник используем факел Прячем его в центральный блок И опускаем пониже Чтобы увидеть свечение Как же это круто выглядит, не правда ли? Остается самое сложное Взгромоздить наверх самолет Тут придется немного попотеть Сначала необходимо поставить подставку Чтобы самолет зацепился за нее Иначе он просто упадет у вас Я использовал пляжный лежак Не забывайте чуть-чуть наклонить его Чтобы придать самолету прикольную позу После того, как самолет встал на эту подставку Подождите немного И только потом удаляйте ее При необходимости подрегулируйте немного столб И наш памятник готов Надеюсь, декорации вам понравились, друзья Я очень старался, чтобы построить их для вас Поэтому рассчитываю на ваши лайки и подписку А теперь перейдем к заданию для конкурса Выполни его лучше всех И сможешь заработать 300 рублей на квас Итак, друзья В ролике я показал вам базовую версию остановочного пункта Но мне этого недостаточно Я хочу увидеть самую красивую остановку в Чекингане Задание будет следующим Отправляйтесь на любую городскую карту Определитесь с местом постройки будущей остановки И, собственно, построите самую крутую остановку После этого пришлите мне скрин в Телеграм под пост с объявленным конкурсом А я отберу несколько остановок И после устрою голосование По итогам которого награжу лучшего строителя Как вам такая движуха? На этом буду заканчивать ролик Жду от вас крутых построек С вами был, как всегда, Кореш24К Смотри другие видео на моем канале И всем пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok